Видно издалека автомобили с включенными фарами появились на улицах города. Все дело в том, что с 1 октября начала действовать норма правил дорожного движения, согласно которой водители в дневное время должны двигаться с включенными осветительными приборами. Госавтоинспекция напоминает, что с 1 октября по 1 мая водители должны двигаться за населенным пунктом с включенными дневными ходовыми огнями. А в случае их отсутствия, которое предусмотрено заводом-изготовителем, должен быть включен ближний свет фар. Большинство о пункте, призванном обезопасить движение за пределами населенных пунктов, помнили, говорят автолюбители. В целом даже поддерживают нововведения. Мне кажется, все-таки, когда светит солнце и яркая погода нормальная, то это нецелесообразно, потому что ослепляет водитель. Но, в принципе, наверное, не нам решать. Новация повлечет и дополнительные расходы, уверены автолюбители. Все дело в том, что, въезжая в городскую черту, многие забывают выключать фары. Впрочем, безопасность на дорогах того стоит, считает Петр Клец. Ударит по карману, потому что лампочки придется покупать. У меня машина не очень новая. Лампочки придется покупать дополнительно. Ну, думаю, что жизнь моя станет безопаснее, если я буду ехать с включенными фарами. Насколько эффективной станет введенная норма и снизит ли она аварийность на загородных дорогах, покажет время, говорят специалисты. Пока же отчасти по незнанию, отчасти из перестраховки. Автолюбители даже по населенным пунктам едут с включенными фарами. Владимир Сорокин, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время».